Древнерусские восточные традиции, красота живой природы. С пейзажами Николая Рериха знаком весь мир. В этом году исполняется 150 лет садя рождения выдающегося художника, мыслителя, писателя, путешественника. С Алтаем Рерих связан прочно. В 20-е годы прошлого столетия он отправился в экспедицию по Центральной Азии, исследовать малодоступные районы и искать волшебную страну Беловодье. За пять лет он преодолел 25 тысяч километров. Путь его проходил через алтайские города и села. В честь 150-летия со дня рождения Рериха по всей стране пройдут памятные мероприятия. Алтайский край станет центром празднования. Мероприятия пройдут в два этапа. Первый в апреле, второй в октябре. 13 апреля здесь, в Государственном музее истории искусства, литературы и культуры Алтая, будет открыта выставка культурных ценностей, которые нам предоставит Владимир Андреевич Росов. Ну и, конечно, наверное, самой привлекательной для широкого зрителя станет выставка подлинных работ Рериха из музея Востока, город Москва. Более 90 работ будут представлены, соответственно, на площадке музея-город в зале, который находится на Два Толстого. В апреле запланирована научная конференция, концертная программа, классные часы во всех школах региона, на которых детей будут знакомить с многогранной личностью Рериха. Не менее насыщенной будет программа и в октябре. В Государственном художественном музее представит нам выставку художников Ивзы Рудзиты и Леопольда Цесюлевича. Известные художники наши. Их работы в фонде музея имеются и тот, и другой являются последовательными Рериха. И поэтому их творчество вот так вот отдельно мы решили представить на музейной выставке в художественном музее. Кружки, шоперы, шапки, ручки, наклейки, блокноты. Дизайнеры разработали фирменную символику года Рериха. Сувенирная продукция ярких сочных оттенков в цветовой палитре художника. В образное решение вошли его, безусловно, картины. То есть его картины преимущественно, это, конечно, пейзажные работы, которые включают изображения Алтая, Тибета, то есть горные массивы. И, собственно, сама графика, она основана именно на вот этих вот, скажем так, грубых, достаточно ломаных линиях горных пейзажей. Сувенирную продукцию жители края смогут приобрести уже весной, на праздники цветения моральника. А в Барнауле установят памятный знак, посвященный 150-летию известного мыслителя. Среди планов городской администрации это возведение такого арт-объекта, посвященного 150-летию Рериха, на территории Преречного сквера, недалеко, кстати, от нас, в местах, где сам Рерих был. Сейчас идет разработка проекта этого памятника. Ну, не памятника, а именно скульптуры такой, из природных материалов, из камней. На Бирюзовой Катуни сейчас продолжают обустраивать парк, посвященный Рериху. Здесь оборудуют пешеходные зоны, скамейки, тематические стенды. В туристско-рекреационной зоне появится даже театр. По мнению специалистов, это однозначно повысит интерес путешественников к Алтайскому краю и Республике Алтай. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова